Как сказал Роберт Орбен, за деньги нельзя купить одного – бедности. Тут нужно обратиться к помощи фондовой биржи. Ну или в банк тоже поможет. Кстати, банкротить россиян, не угадавших с кредитами, будут защитники прав потребителей. Дескать, они наиболее компетентны в вопросах рационального ведения личных финансов граждан и их финансового оздоровления и ориентированы на соблюдение прав населения. Разумеется, предложение поступило от самих защитников потребителей, а точнее от Союза защиты прав потребителей финансовых услуг. При этом предлагается оставить подсудность дел о банкротстве физлиц арбитражным судам, а не судам общей юрисдикции. Госдума на это предложение пока не отреагировала. Видимо, депутаты очень сильно удивились. В третьем квартале 2015 года в сегменте продовольствия ожидается дефляция примерно на 2-2,5%. В связи с этим в сегменте продовольствия в июле инфляция будет не выше июньских значений, даже несмотря на ожидаемую с 1 июля индексацию тарифов ЖКХ. За неделю с 16 по 22 июня инфляция в России составила 0,1%, с начала июня 0,2%, с начала года 0,8%. Исходя из данных ведомства, инфляция в годовом выражении на 22 июня составила 15,6%. В 2014 году инфляция составила в целом за июнь 0,6%, с начала года 0,8%. Но вообще-то люди не на статистику, а на ценники смотрят так точнее. Отдых в родной стране может стать для россиян доступнее за счет введения туристических налоговых вычетов. Эксперты считают данную меру эффективной, однако уточняют, что одним введением вычетов повысить привлекательность отечественных курортов не получится. Предельную сумму расходов, с которой может быть осуществлен возврат подоходного налога, предлагается установить в размере 50 тысяч рублей, то есть максимальная сумма, которую сможет вернуть турист, составит 13% от этой цифры, или 6,5 тысяч рублей. Российский фондовый рынок открылся около нуля. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1646 пунктов. Аутсайдеры бумаги группы ПИК, РДР Русала, ФК Открытия, ТГК-1 и Северстали. Среди лидеров роста акции Башнефти, Мечелок, Русгидро, Магнита и Аэрофлота. К открытию торгов в России сложился смешанный внешний фон. На мировые индексы продолжает оказывать давление греческая история. Европейские фондовые рынки закрылись на отрицательной территории. Американские индексы завершили день в красном, реагируя на вышедшие макроэкономические данные в регионе. На азиатских площадках преобладают продажи. Курс доллара на 25 июня 54 рубля 7 копеек, курс евро 60 рублей 58 копеек, золото стоит 2044 рубля за грамм, серебро стоит 27 рублей 63 копейки за грамм, цена нефти марки Brent 63 доллара 53 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.